Если вы выбрали в свое время в электронной карточке ребенка, ну то есть стали на очередь в два, в три детских сада, то должны понимать, что программа распределит в один из трех детских садов, туда, куда действительно ребенок попадает. Где раньше очередь закончится, какой сад даст больше мест. Если программа видит, что, ну скажем так, видит, ребенок не попадает в один детский сад, она ему подыскивает место во втором, не попадает во второй, в третий. С одной стороны, ситуация, когда есть альтернативные варианты, может серьезно ускорить процесс. Но с другой, от путевки, которую выдала автоматическая система, отказаться уже будет нельзя. Поэтому альтернативы также должны быть приемлемыми. Как рассказали в управлении образования города-курорта, в сельских населенных пунктах очередь идет значительно быстрее. Например, в Джигинке детей принимают, начиная с двух месяцев. Пока движется очередь, педагоги рекомендуют записываться на кратковременное пребывание до обеда. Этого не происходит автоматически. Нужно писать заявление. При этом ребенок будет получать дошкольные образования и навыки общения в коллективе. Всего в Анапе порядка 7220 мест в детских садах. Ежегодно путевки получают более 2500 юных анапчан. Уже начато строительство детского сада «Орленок» на 80 мест в центре Анапы. На улице Лазурной откроется садик на 160 мест. В 2019 году планируется получение софинансирования из федерального и крылового бюджетов на строительство детского сада в Хуторе «Воскресенский» на 140 мест. И сейчас администрация муниципального образования ведет переговоры с Министерством образования Краснодарского края. И готовится документация проектно-сметная, проходит экспертизу на строительство садика на Ленина, 191А. Вот по этому адресу на 280 мест.